В сложное время пандемии волонтеры пришли на помощь всем нуждающимся. Развозили пенсионерам и маломобильным гражданам продукты и лекарства. Акция «Мы вместе» в нашем регионе объединила более 500 волонтеров. Волонтеры до сих пор работают в красных зонах, помогают в больницах с их документами, с пациентами и также доставляют бесплатные лекарства людям, которые находятся на самоизоляции. Здесь, в волонтерском штабе, добровольцы получают заявку, которую оставил человек по телефону горячей линии. А затем выезжают, чтобы помочь ему. Людмила Ермилова несколько раз обращалась к волонтерам, находясь на самоизоляции. Конечно, рады. Мы только они и спасают нас. Часто обращаетесь? Ну, раз раньше обращались каждую неделю, сейчас, наверное, придется чаще. Сейчас, помимо основной деятельности, волонтеры проведут серию мероприятий, которые посвящены годовщине акции «Мы вместе». В качестве основного атрибута будет использоваться оранжевая нить, которая символизирует хорошее настроение. Сейчас, на данный момент, у нас проходит много онлайн мероприятий. Например, акция «Спасибо», когда любой желающий может записать видео со словами благодарности волонтерам, врачам, может быть, людям, которые оказались рядом в тяжелое время на протяжении всего года, записать «Спасибо», выложить с хэштегами «Мы вместе спасибо». И вторая онлайн-акция у нас – это «Оранжевая нить». Можно записать видео с клубком оранжевых или желтых нитей, тоже сказать «Спасибо» и передать его своим друзьям, отметив их отметками в Инстаграме или в посте. Также с 3 марта в Рязани открыли так называемые «Точки добра». Волонтеры раздают апельсины и открытки в магазинах и торговых центрах посетителям. Акции проходят и в медицинских учреждениях, где цитрусы вручают врачам и пациентам. Как рассказали волонтеры, апельсин – это своего рода знак пожелания здоровья, поддержки, крепкого иммунитета и оранжевого цвета акции «Мы вместе». Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».